Тема нашего доклада и моего доклада сегодня это антибиотерезистенция и преодоление генеральной практики. Тема широко известная, так как современное введение животноводства недоступно связано с мнением широкого круга антибиотерепаратов перед отличных инфекционных заболеваниями. На данном слайде представлены результаты металлических исследований на антибиотическую часть воспитателей, вызывающих таких болезней, как мастиц, пневмологическое заболевание или репературное заболевание репературного тракта, которые показывают достаточно низкую чувствительность введения микрофлоты широко известным и широко применяемым антибиотерезистенциальным препаратом. В данной ситуации ставится вопрос эффективности лечения и дальнейшее введение генеральной мероприятий. Проблема, в общем-то, известная и настолько распространенная к не только медицине, но и ветеринарии. Поэтому разработанная глобальная стратегия и мирное снижение здравоохранения по сдерживанию устойчивости к антибиотерепаратам. Этот препарат содержит порядка 26 страниц, из них 5 страниц уделено в ветеринарной части, как регулировать все эти процессы и сдерживать развитие устойчивости микроорганизмов против обыкновенных препаратов. Такие содержатся пункты, как, конечно, обучение специалистов, умеренное применение антибиотерных препаратов, обоснованное. Также приводится пример, что огромное значение на проявление инфекции и сильности у человека влияют, когда штаммы выделены у животных. В частности приводится пример, что, например, в таком выделен терабактер, медики его лечат фанкомицином, как они пишут в своих докладах, и уже выделено 7 штаммов, 4 из них отсутствуют от этого года, и устойчивых штаммов к фанкомицину терабактер, и что дальше делать с этим, даже они не знают, конечно, называют ситуацией катастрофой. Поэтому эту ситуацию мы будем бороться, и, конечно, осматривать, и дальше нам будет изучаться с темиером, что, в общем-то, и происходит в настоящий момент. Несколько слов о механизмах формирования антибиотики в действительности, вставленных на слайде есть два. Это биохимические и генетические защиты, мишени действия антибиотика, нарушение предоставимости оболочивания антибиотики, эфлюкс-эффект, то есть обратные вытачки молекул антибиотики в следствии, антивация антифициальной препарата, также мишени действия, ее изменения, невозможности для поражения антибиотика, также и генетические механисты, как модификация собственного генома глубоко-пересколько, а также и обретение новых для антибиотики и генетические механизмы. Также установлено, что далеко не все препараты по-разному вызывают развитие лекарства устойчивости к антибиотиком препаратам у микроэкономизма. Есть которые медленно, есть какие-то какие-то результаты многолетних исследований ученых в стране мира. Данный свойств представлен от медиков, нашими коллегами из Восточной Европы, на что влияет антибиотика и резидентность. Например, в США от резидентных стакалокопов это вне больничной стеммонии, внутри больничной стеммонии умирает больше, чем в детстве. Количество антифицированных на Украине, перед ними данные, порядка 25 тысяч человек погибает в больших местностях. Также представлены, да, доставлены данные в блок не идиотиков, а не рациональным, что уже, в общем-то, всех признают и надо что-то делать. Указываются виды возбуждений, которые, и лечение которых крайне сложно или нестили. Ну и также экономический аспект, который показывает, что на разработку препарата нужно 10 до 18 лет, по отдельным данным, и порядка, да, от 6500 на 1 миллиарду долларов. Причем разработка его уже даже себя не окупает, так как разрабатывается, развивается устойчивость намного быстрее, чем его успевают сделать. И это отмечается уже многократно в разных изданиях, разными людьми, разными научными группами. Здесь целые исследования, целый график. Также вот следующий слайд. подтверждает предыдущее и предыдущее положение. Что делать в этой ситуации? Конечно, во всем мире идет путь альтернативных путей решения проблемы. Один из них — это облимение наночастиц препаратов серебра нанотехнологий, которая имеет составную часть нанотехнологий. Если вы возьмете, скажем, вообще, сделаете запрос по отметкам, вы увидите, что нанотехнологий имеет самый большой индекс исследований, самое большое количество статей научных, грабанным отрывом от всех остальных. Там, квартки, пулерены, нанотрубки, и в графены, и прочее, а все остальное в большом основании. Данный слайд показывает степень количества статей, которые подключены изучению серебра по годам, который, в общем-то, показывает его актуальность во всем мире и интересным им только растет. Что из себя представляет эти станочные серебра? Нами совместно с фирмой ООО «НИТОФАРМ» разработан препарат «Аргавит», который включает нанотех серебра, стабилизированный полиуминополидором, жидкий раствор, который можно разводить от 10 кг до 3 кг раз, в зависимости от чувствительности микрофора, в зависимости от применения при желудочке и заболевании, при маститах и других заболеваниях, в зависимости от чувствительности микрофора. позволяет его применять при широком круге заболеваний. Данный слайд показывает размерность наночастиц в порядке 20 нанометров в концентрированном виде и менее 20 миллионов, ну там до 8 нанометров в разведенном состоянии. Разведение наночастиц позволяет повысить активную часть, поверхность активной части, и сделать препарат более бактерицидным, более бактерицидным. активным. На следующем слайде приведен пример изучения микробных активов. микроорганизмов микроорганизмов и микроорганизмов культивировали в субботереостатических ниши расцветениях в течение трех-пяти дней. изучалась и изучалась чувствительная история после различных антифициальных препаратов как антифициальных препаратов препаратов при последующих применениях. Данный слайд показывает влияние антибиотик чувствительной палочки и музейного штамма антифициальных препаратов. То есть после применения сочетания инфицирования чувствительной палочки с антибиотиком вызывало снижение количества препаратов в котором высокочувствительные буквы прочерки а добавление антифициальных серебра повышало этот показатель в 4 раз если в ноль он был нулю равен то стал в 4 ну и соответственно так далее. Что еще раз демонстрирует и доказывает эффективность антифициальных препаратов в том числе. Следующее исследование касалось полевых штаммов. Полевые штаммы оказались менее чувствительны к этому да они подкрывают группы но значительно меньше чем музей в то еще раз доказывает более агрессивное поведение более агрессивный характер изолятов и болезни изолят так как они поддаются давлению различных препаратов и дуфикантов что изменяет структуру генетической чувствительности к препаратам и делает их более агрессивными более несговорчивыми и даже если посмотрим предыдущие и следующие то это видно группа чувствительности изменяется на проценты шли на 14 а группа данный слайд показывает эффективность лечения при гастротерапевти по годам по территории Новосибирской области Алтайского окраина Темиронской области который показывает эффективный эффективный эффект снижение сроков заболевания и подержа и заболеваемость также на слайде показано также этим препаратом лечились различные заболевания и снижение срока болезни при сравнении с другими препаратами при лечении области смешанная группа спектромаз других препаратов на спектромаз и далее на него получены все нормативные по применению все нормативные документы при лечении москита рекомендуется 1-2 раза в день в течение 3-3 дней стоимость лечения порядка москитов в зависимости от лечения важным особенностей является отсутствие срок обраковки молока после лечения что обосновывается экономическая эффективность конечно основная проблема с лечением москита это наличие обраковки молока хозяйства врачи прямо говорят дайте такой препарат чтобы обраковки не было вообще максимум один день даже когда приводишь исследование на чувствительность все говорят не показывают не 5-7 дней обраковки молока дайте только один день потому что мне надо решать проблему что сделать с обраковкой я не знаю не мою покажу вот данный слайд показывает плохую продукцию молока из мяса взятие нормативных инструментов что нам к чему приводит применение препаратов все это наглядно понятно и следующий слайд это решение экономической комиссии которые приводят жесткие если посмотреть после сенититин афарцииновой группе смертонистину по пенициллину цифры очень уже очень близкие требования жесткие в хранстве так и молоке в общем то всё воздвигает обестрировано все воздвигает чувство технику использования репаратов в небактериальную сферу, либо изменение технологий для лечения животноводства, кардинальное изменение для лечения животноводства в целом в стране. Данный сайт показывает теоретическую эффективность репаратов при лечении болезни чечных заболеваний, показывает эффективность, снижение сроков заболеваний и сохранность и пережадки. Также, в заключение, хотел остановиться на также один из способов преодоления инфекциональности, может применение анабиотиков, которые также широко известны, с тем, давно все его применяют, но мало кто задавал вопросом, чем все это кончается. Вообще мало людей задают вопросов, тут наличили, получили эффекта, что дальше, 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 продолжается. Вот изучение, когда мы начали культивировать кишечную палочку, увидели на животных, и музейный штамм кишечной палочки, ой, сальмонелла от животных, кишечную палочку, кишечную штамм, то увидели, что культивируют добавление различных супернатомтов от пробиотиков, которые указаны 5 штук раз, 2, 3, 4 штук, значительно увеличивают чувствительность к препаратам, в виде увеличения содержки дисков, зоно-задержки дисков с инфекционерных препаратов. Что дополнить, причем, если посмотреть, в динамике избрались разные сроки культивирования, в пробиотиков 10 дней, 20 дней, 30 дней, и, соответственно, видимо, после длительного культивирования, закопления органических кислот, это основные антагонетические компоненты, которые сдерживают рост и развитие сонных заболеваний, и, видимо, 30-му, даже 20-му, позволяют добиваться, в общем-то, высокого прироста чувствительности к препаратам, указанным как бюдителям. В заключение хотелось сказать, конечно же, весь мировой опыт показывает, что наука качнулась в поиск уже отымки очень каким-то активным методом, но изменения без изменений технологии, кормления, питания, конечно, мы же эту ситуацию не имеем в основе, конечно, поддержать именно технологии содержания и кормления животных. Спасибо большое.